Московский конный завод номер один в этом году отпраздновал свое 95-летие. Немногие знают, насколько богата история этого предприятия. Когда после революции открыли завод, в нем насчитывалось всего порядка 70 голов лошадей. Земельные площади были совсем небольшими. Но уже к 70-м годам завод стал ведущим племенным предприятием Советского Союза. Это была целенаправленная работа. Это было присоединение земельных территорий. Это было приобретение ценнейшего финского айшистского скота. Это было передовое растеневодство. Ну и, конечно, лошади высочайшего класса. Здесь были проведены, наверное, лучшие за все время аукционы по продаже племенных лошадей, конечно, за границу. Начиная с периода становления, коллектив завода пережил немало трудных лет. После гражданской войны царила разруха. Множество животных погибло, другие были растащены по крестьянским хозяйствам. И собрать поголовье было крайне сложно. Во время Великой Отечественной войны всех лошадей пришлось эвакуировать в Тамбовскую область поездом, когда враг был практически в 10 километрах от кони завода. Пережили и это. К счастью, все поголовье удалось спасти и вернуть обратно. А после войны родился легендарный жеребец-квадрат. Эта лошадь не проиграла ничего. Его двухлетним жеребенком привязали за телегу, здесь вот на заводе, и отправили на московский ипподром к Александру Рощину на тренаделение, на беговую. Он пешочком отсюда проделал путь на своих ножках. С транспортом было тяжело. Сейчас Рублевского шоссе как такового еще и не было. Дорога-то была, но не до конца. И, как бы сказать, возить лошадей на машинах в то время была непозволительная роскошь. Поэтому своим ходом отправился туда и не проиграл ни одного практических старта. Он обыграл и русских лошадей, и лошадей с высокой долей американской крови, и орловцев, конечно, то же самое. Лошадь, которая выиграла зимние дерби, открытые дерби, пресс-барсы орловские. То есть все, что можно было выиграть для своего возраста, был победителем. Нелегко пришлось и во времена перестройки. По словам Юрия Прохорова, государственное финансирование было прекращено. И даже стоял вопрос об обвале предприятия. В этот период погибло много подобных хозяйств. Но общими усилиями всех работников, пусть не скоро, но завод удалось снова поставить на ноги. Каждый человек знает, насколько красивая и статна лошадь. Они любят сахар, некоторые из них даже любят кофе. Давайте узнаем, в каких условиях они выращиваются, содержатся и кто за всем этим стоит. Основная порода московского конного завода – орловская рысистая, которая является его визитной карточкой. Лошади содержатся в отдельных денниках, их регулярно чистят и кормят. Жеребят забирают у матерей в 7 месяцев. Светлана Сергеева имеет уже 35-летний стаж работы с молодняком. Она рассказала нам, что же происходит дальше. Мы с ними уже начинаем заниматься. Приучаем к людям слушаться, ходить спокойно. А когда им исполняется год, уже начинаем их заезжать. Поваживаем, приучаем к сбруи, потом запрягаем и вот готовим. В полтора года у нас проходит аукцион. Когда же ребятам исполняется полтора года, проходит аукцион. Он обычно в октябре. Лошади же ребят эти продаются. Кого-то оставляем в саморемонт. Тогда их уже работаем до двух лет. Два года они уходят на иппадром. В 90-е годы именно Московский конный завод номер один внес огромный вклад в возрождение и сохранение русской национальной запряжки тройки. Благодаря участию кони завода в 1997 году был восстановлен Московский зимний чемпионат русских троек. Трижды чемпионом этих соревнований под управлением мастера-наездника Александра Панкова, который трудится на благо завода уже полвека, становилась тройка московского завода. Они разные бывают. И подобрать надо тройку, чтобы был коренник верный такой. Пристяжки были хорошие и не грызлись друг с другом. Ну, со временем все, с работой все происходит нормально. Кстати, за спиной мастера-наездника кореник Александрит из той самой тройки, которую все знают по заставке программы Вести. Она имеет звание «Гордость России» и признана красивейшей тройкой страны. МКЗ номер один принимает поздравления и пожелания процветания. А ветеранам предприятия остается пожелать крепкого здоровья и долгих лет, чтобы завод и впредь оставался лидером российского коневодства. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Денцова».